Всем салам из Ташкента, дорогие друзья! Вот по локации мы сейчас находимся, это улица Ракат-Баши, справа посольство Амана. Вот мы сейчас проезжаем, это Якасарайский район, где-то за зданием МВД Узбекистана. И вот мы сейчас едем в сторону педагогической улицы, мы ее переедем и поедем в сторону парка Бабура, бывшего парка Бабура, который сейчас, по-моему, называется Парк Дружбы. Вот так. Так, по погоде. Этот ролик я еще сделал до этого, как раз числа 8 февраля. И потом у нас были холода, вот сейчас у нас дожди уже второй день подряд, даже, по-моему, третий день дождь, на улицу невозможно выйти. Ну, а по ситуации... Газозаправки не работают, который вот рядом со мной, он не работает. Где работают, там, говорят, с ограничением. В общем, с топливом опять кризис. За бензином тоже, говорят, очереди. Поэтому, пока временно не работаю, приходится сидеть дома. Так, и по... Еще что. По погоде. Следующая неделя обещают хорошую погоду, потепление до 20 градусов. И вот что, друзья, я решил, сейчас как раз работаю над маршрутом. Хочу сделать ролик по просьбам подписчиков, зрителей моих, подписчиков, которые просили тот или иной адрес заехать и показать. Я вот сейчас над этим маршрутом работаю, но думаю, за один ролик, наверное, не справлюсь. Ну, как получится. Поэтому, если есть еще какие-то просьбы, можете написать. А все, кто писал, я все эти сейчас... Все эти просьбы выписал себе и работаю над ними. Поэтому... А те, которые я уже сделал, конечно, я уже их показал. Поэтому, пока составляю маршрут, желающие, конечно, могут тоже что-нибудь добавить. Я, может, их как раз буду проезжать и буду заезжать мимо. Ну, тоже в маршрут добавлю, чтобы было оптимально. Ну, вот мы сейчас едем по этим улицам. Мы, по-моему, сейчас проехали уже педагогическую улицу. Видите, здесь отели, хостелов много. Это очень хороший сейчас развивающийся бизнес в Узбекистане, так как много... Большой наплыв туристов последние годы. И вот мы сейчас поворачиваем на улицу Тафакур, которая, ну, прямо вот до конца мы упремся и выйдем к парку Бабура, бывшему парку Бабура. Ну, вот такая вот ситуация, друзья. Ну, в сегодняшнем ролике хотел бы раскрыть решение, которое я придумал. Конечно, такого интереса не проявило, но в любом случае несколько человек заинтересовались и, наверное, ждут, какое придумал я решение. Вот сегодня решил поделиться с вами, так как ролик не очень большой, где-то полчаса. И вот первое, конечно, там самое, что важное было, это найти решение, связь между автомобилем и местом пребывания. Вот эту связь восстановить. Вот над этим я первое время очень думал и не знал, как... Ну, какими способами это сделать. Ну, не хотелось, например, усложнять, там веб-камеру ставить или еще что-то такое. И как-то вот, знаете, случайно пришла идея. Вообще, мне здесь один подписчик тоже писал, что можно было бы рацию использовать. Рация, да, интересное решение, но она требует физического давления на кнопку, чтобы связь включилась, ну, которую надо оставить внутри такси. Но если принудительно ее нажать, то батарейка там будет садиться. Конечно, можно было бы дорогую там модель купить, которая, может быть, будет долго держаться, но это было... Ну, хотелось бюджетно. И знаете, что пришло в голову самое такое оптимальное решение? Это бэби-фон. У них есть как раз датчик голосовой. Вот то, что и нужно было. Мне нужно было только услышать, что там, когда приходит задание, там звонок такой, как раньше телефон были, такие дисковые. И вот там же там дребезжало вот так вот. Вот мы сейчас выезжаем к парку Бабуры бывшему. В общем, когда пришла мне эта идея, я стал искать, ну, какую модель выбрать. И, к счастью, конечно, хорошие модели, они дорогие, но бэушные можно было найти. Я нашел за 15 евро бэушную модель, которая прекрасно работала. У нее голосовой датчик, плюс она на 300 метров работала. То есть, такси можно было в метрах 150-200 оставить около дома. И вот так, один там оставить, а второй с собой забрать. вот эту рацию, и она прекрасно работала. После этого я уже думал над вторым решением, как же все-таки нажать, когда придет вот это задание. В общем, я сейчас покажу ролик, и вы можете наглядно посмотреть, как я это сделал. Вот сейчас этот ролик будет. Ну вот, друзья, я сейчас нахожусь в салоне автомобиля. Ну, это, конечно, не Mercedes, но немножко все-таки похож, скажем так, не совсем, конечно, но вы поймете, к чему я. В общем, такое хочу наглядно вам показать, такую импровизацию сделать, продемонстрируем, какой я простой и к тому же эффективное решение нашел, чтобы принять заказ. Как вы видите, здесь вот у меня стоит сам экранчик, система такси, ну, это примерно вот в таком месте он стоял, но он стоял, конечно, интегрирован был, его с собой забрать нельзя было, вот поэтому хотел бы вас вам продемонстрировать. Но для начала хочу сказать, что для первого решения я, конечно, вам говорил выше, что придумал использовать связь между автомобилем местонахождением это Baby Phone. Ну, так вот, вот сейчас вот картинку покажу. Это не такой же Baby Phone, но он аналогичный. Тот, который я использую, уже в продаже нету, и я не нашел в интернете. И почему-то я тоже не сохранил. Ну, вот, примерно вот такой, как я сейчас на картинке показал. ну, а для второго решения, ну, было очень такое простое, легкое приспособление придумал. Вот я сейчас хочу его продемонстрировать. Она состоит вот из таких вот частей. Это вот канцелярская такая скотка для прищепка для бумаг. Кто знает, вот они продаются. Ну, это вот стилус для смартфонов. Тоже, по-моему, до сих пор есть они в продаже. Здесь вот связинка. Ну, это для смартфонов, для тачскрина. Вот такое приспособление, нитка и вот такое вот приспособление. Для чего все это? Сейчас я вам объясню. в общем, чтобы решить эту задачку, я решил все-таки использовать сам автомобиль, а именно пульт управления, ну, пульт открывания дверей в Мерседесе. Ну, они во всех автомобилях есть, да? все-таки там оно уже как бы можно им пользоваться. Он работает тоже на 300, на 500 метров. Именно вот эту вот защелку двери я решил ее использовать, чтобы сделать это решение, чтобы вот этот ход как раз-таки дает нам вот видите такой небольшой ход и этим я решил воспользоваться. Это был самый такой простой, бюджетный и к тому же очень эффективное решение. Сейчас попробую вам показать наглядно, продемонстрировать и мы посмотрим, как это работает. вот один нюанс есть. мерседесе вот этот вот защелка она заходит вплотную заподлицо. Как видите, здесь она не до конца заходит, а мерседесе было удобно, она прям заподлицо втапливалась полностью и это было конечно очень хороший вариант. Ну здесь это тоже будет работать. Сейчас попробуем продемонстрировать. Вот этот как раз она отсюда входит и держится вплотную. Видите? Вот. Еще одно плюс был в мерседесе здесь также был прорезь, который был очень удобно использовать для того, чтобы когда он тянул ему было легче для хода было. Вот здесь нет этой прорези приходится вот через нее провести потому что если прямой сделать в принципе можно было бы прямой сделать но я в мерседесе пользовался вот этим мы сейчас попробуем использовать вот эту часть вот примерно вот так вся эта конструкция и выглядела в общем эффект должен быть такой когда я открываю дверь она поднимается вот эту пластик и получается движение и он должен вот ее нажать на вот видите вот так вот должен быть сейчас мы попробуем это продемонстрировать ну вот как-то так она и работала вот такое простое решение было принято мною спасибо за внимание вот мы сейчас подъезжаем к бывшему фрунзенскому торговому центру вот перекресток справа был раньше дворец текстильщиков кто помнит а вот здесь вот перекресток налево в сторону аэропорта направо бешагач а прямо к южному вокзалу ну вот как вы смогли посмотреть этот ролик там конечно я примерно наглядно попроб постарался реконструировать показать конечно мерседесе там было немножко удобнее так как вот это прорезь на ручке она была ближе к этому и не надо и она хорошо работала ну и плюс вот это установить это приспособление мне даже и минуты не стоило так что такое вот решение было очень интересное и бюджетное можно сказать и она работала я где-то лет 7-8 этим пользовался вот это приспособление уже столько лет я ее как раз на память себе и оставил первое когда у меня было она у меня была с этим банковской карточкой которые уже ненужные были которые даты уже прошли я их между собой соединял изолентой и вот так вот я придумал ну а эта модель вот эта которую я показывал она из чехола телефона который вот такой есть который флип закрывается я оттуда вырезал я сделал такой тоже удобно в общем вот такое решение и было принято вот мы сейчас повернули на улицу муки мей вот как сейчас она выглядит и у меня сейчас был ролик где я зимой здесь приезжал там лед был сосульки слева ну ну вот мы сейчас поедем до улицы челанзарской и потом повернем и посмотрим улицу челанзарскую так как там тоже был ремонт я проезжал с той стороны а вот с этой стороны я еще не ездил и очень красиво и погода как раз хорошая ну чтобы обзор был хороший мы сейчас ее прокатимся посмотрим но там проблема в том что половину улицу сделали а половину нет ну вот мы сейчас наглядно это и прокатимся и увидим очень хорошее решение не знаю почему дальше не делают может буду делать но пока тишина вот как раз это свежий ролик неделю назад может в этом году буду делать поэтому хотел вам вот этот вот тоже показать ну вот мы сейчас подъезжаем к перекрестку кто помнит раньше здесь слева была баня вот сейчас я не знаю что здесь ну вот это вот перекресток улица пионерская бывшая слева первый квартал ну справа это вот в сторону узбекфильма следующий перекресток будет вот так вот а здесь раньше ходили трамваи вот мы как раз по ним и едем по этой дороге где раньше были трамвайные линии и мы сейчас вот как раз подъезжаем к перекрестку с улицы Челозарская направо узбекфильм а мы вот повернем налево и посмотрите как все здесь изменилось кстати там есть ролик где я здесь снимал в прошлом году и вот можете сравнить вот как дома покрасили и слева и справа такой бордюр сделали вообще там тротуары велосипедные дорожки это ну вообще идеально красиво все здесь посмотрите вот такие цвета хорошие такие мягкие дома были покрашены здесь очень-очень изменилась эта улица для сравнения вот там посмотрите вот справа третий квартал я ролик из где я пешком здесь проходил прогуливался до торгового центра ну вот и как выглядит это вот за один год изменения ну вообще очень-очень даже сильно изменилось все я так думаю конечно кто раньше жил они можете посмотреть каково сейчас ну вот мне например очень нравится вот только жаль жаль что до конца не сделали ну здесь они такое решение приняли вот видите где торговый центр перекресток вот здесь сделали брусчатку почему-то и она немножко вот видите уже немножко нехорошая справа торговый центр Челанзар ну вот отсюда уже ничего не сделали ну ремонта нету и дороги здесь вот желают быть лучше хотя дома вот слева покрашены все справа вот видите тоже тротуары сделаны ну а дорогу вот почему-то вот как она вся разбилась за зиму с этими холодами ну такой вот контраст друзья вот мы еще сейчас поедем прямо по этой улице до Домбробада до Малой Кольцевой ну бывшая Фархадская слева второй квартал посмотрите вот здесь раньше справа было посольство США вот еще такой вот здесь долгострой стоит что-то долго его я его в прошлом году по-моему видел и в позапрошлом он стоял и вот мы сейчас проезжаем перекресток Долгоградская душа вот смотрите справа там целый такой вот ряд автомоек частные ну сами можете мыть этот бизнес сейчас очень сильно процветает в Ташкенте потому что у нас очень любят машины мыть и здесь пыльный город и всегда машина грязная неделю раз обязательно надо побыть ну вот посмотрите эту улицу тоже хотя дороги не очень ну здесь тоже вот такие вот справа посмотрите вот ряд магазинов открыли тоже здесь такие вот изменения еще еще дороги сделают ну вообще будет прекрасно вот здесь вот немножко дорога заасфальтирована такой территория маленькая а вот там и до этого дороги не очень вот видите даже видно граница вот здесь очень плохая дорога и до этого тоже так было ну здесь уже без изменений вот справа здесь корзинка тоже построили между прочим очень хорошая сеть магазинов вот видите дороги не очень здесь ну вот мы сейчас подъехали к перекрестку бывшая фархазская сейчас она называется малая кольцевая дорога и поедем в сторону метро Челазар Шухрад вот так вот друзья вот так все здесь изменилось справа была грудная хирургия она есть по-моему грудная хирургия ну еще здесь вот какой-то зал торжеств по-моему что такое здесь открыли и справа есть и слева есть и вот мы сейчас подъезжаем к метро Челазар ну а дальше поедем в сторону Шухрада и между 11 и 12 кварталом проедемся где есть аллея здоровья там там проедемся посмотрим ты тут очень хорошую эстакаду сделали по дружбе народов очень удобно это вот метро Челазар ну вот здесь вот заасфальтировано все и разметки есть с разметками люди стали лучше ездить очень аккуратно стали ездить все-таки это дисциплинирует один даже подписчик там заметил говорит что-то говорили что плохо ездить а сейчас что-то хорошо да последнее время стали люди лучше ездить лучше стали не скажу что прям сто процент но намного лучше чем в прошлом году намного и вот мы сейчас подъезжаем перекрестку шухрата магазин бывший магазин шухрат мой тезка ну здесь вот видите тоже все так аккуратно сделали посередине вот зелень посадили ну бордюры вообще эту улицу прям до учтепинского хакимията прям просто супер дорога эта стала вот этот перекресток сейчас будет тоже очень хорошо сделали такая огромная площадь здесь так тяжело было когда поворачиваешь оттуда слева прям по пять 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 полос поворачиваешь сейчас все ограничили сделали такие островки и стало лучше справа вот вот бывшая ярмарка там тоже очень красиво все сделали в общем изменения налицо очень очень даже красиво но ну вот это слева одиннадцатый справа двенадцатый квартал и вот как видите вот написано аллея здоровья здесь очень такая удобная аллея дети здесь для детей очень много таких вот аттракционов ну вот такие всякие горки летом здесь очень много с детьми приходит здесь гуляет по этой аллее для детей просто райский уголок вся улица до следующего перекрестка вон очень красиво все сделано ну вот так вот друзья такой вот сегодня ролик и почему с этим почему я придумал это решение и как я им пользовался пользовался я им в том плане что я же говорю днем когда бывает что такое тихое время спокойное время работы нету и часами сидишь а у нас там такая система была что если ты работаешь по контракту было написано 8 часов а на самом деле должен работать 10 часов когда когда я спрашивал почему 10 я это в профсоюз даже спрашивал они сказали 10 часов это мол то что ты иногда сидишь без работы и как бы они грубо говоря, что 2 часа приплюсовывают, которые ты не работал, и поэтому ты обязан 10 часов работать. То есть контракт написан 8, но ты должен 10 часов отрабатывать, но если ты выйдешь в паузу, возьмешь 1 час, то придется работать 11 часов, ну то есть пауза тоже считается. Вот чтобы эту паузу не брать, потому что все равно этот час мы сидим, ничего не делаем, я и придумал эту систему, но не только для этого, конечно, бывало там летом тоже очень часто часами сидим, ничего не делаем, тоже вот для пользы использовал, дома сидел. Ну и иногда бывает, что там в магазин надо пойти продукты купить. Также я этим приспособлением пользовался, заходил в магазин, делал покупки, и если задание приходило, я просто принимал спокойно с покупками, в багажник встал и ехал, делал задание и домой отвозил покупки. В общем, пользовался я часто, постоянно, каждый день почти что, и это мне помогало там сохранить мое время, использовать с пользой. Ну вот мы сейчас подъехали к перекрестку кинотеатра Ватан. Вот Ватан тоже, по-моему, сейчас будут делать супермаркет, Осье называется. И вот справа здесь тоже самолет стоял, боевой, вот так и стоит за этим ширмой. Ну там какая-то проблема была с застройщиком, не знаю, решили они или еще нет. Это вот справа 25 квартал, ну а мы едем в сторону алгоритма, это вот называется Кяттаканы, вот там дальше круг. Ну эту дорогу все уже знаете, вот здесь вот такая вот часы есть, куранты типа. Ну вот такой вот сегодня ролик, друзья. Конечно, это... Не знаю, плохо ли это или не хорошо ли это, но так как в прошлом ролике я говорил, какое ко мне было отношение, считаю, что тоже пользовался с пользой. И что самое интересное, меня никогда не поймали. Если поймали, конечно, или уволили бы, я не знаю, все-таки это... Ну какой-то обход системы. Нельзя, наверное. Как я вам говорил в прошлый раз, Там у нас были коллеги, они все иммигранты, ну не бельгийцы, а с Югославии и с Африки, там Марокко. И там трое-четверо, они что придумали? Они, ну раньше это было, они, кто-то из них узнал, что у нас в такси есть тачки, сенсоры, сенсоры. Если кто-то садится, пассажир, то метр включается автоматически. И как эти сенсоры выключить? И один из них, ну, гуру один из них понял, что можно какой-то предохранитель убрать, и эти сенсоры выключают. И вот он там двоим-троим сказал, и они вместе вот так пользовались. Они ночные были таксисты, и ночью так работали несколько моментов. А потом какой-то час они выключали, убирали этот предохранитель, и на себя, ну, говорит, по 50 евро пока не заработают, ну, не включали. В общем, отключали эти сенсоры, потом работали на себя. А на себя как работать, там, эти сенсоры для чего? Они метр включают. Вот если человек сел, он по-любому метр включится. А если сенсор нет, то метр не включает. Ну, там были свои клиенты, которыми они отвозили. И вот так устно договаривались, до 50, до 100 евро делали, а потом опять этот предохранитель ставили, и дальше работали. Вот их, кстати, поймали и всех их выгнали. Тоже тот, кто это придумал, он был очень опытный водитель. И всех погнали. Вот так. Ну и, чтобы дальнейшее это предотвратить, они этот отключили, ну, питание сделали по-другому, и больше никто этим не мог пользоваться. Вот это вот было до этого, смотрите, такие очереди за газом. Сейчас эта газозаправка не работает, закрыта. Вчера я был, она была закрыта. Ну, говорят, в конце этой недели, может быть, в следующей неделе уже может откроется, будет работать, и начнем делать ролики. Вот на этом спасибо вам, друзья. Счастливо, удачи. Пишите, жду ваших отзывов. До свидания. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok